Ключки артефакта, они становятся видимы и выходят из биоробота. У нее в спине как кол, как распятие. Она вытащила его из биоробота. Хорошо. Вышла. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Ольгу в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с ее тонкой копией поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы прессуем Ольгу. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Готова. Доверит. Отправляем этот кол в клетку-тюрьму. Посмотри визуально, что-нибудь мешает сканированию. Но от нее пахнет как-то плохо. Она как вот этот кол, он похож на могильный крест. Креста я не вижу, я только вижу одну вот эту большую часть. И от нее как вот земельная что-то мухи летает. Она вот в таком плохом, как гниющем состоянии. Хорошо будем разбираться. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Ольги под ногами 360 градусов вокруг нее. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии, любые воздействия. От них выстраивается канал, ведущий в клетку-тюрьму и ответственность за эти подключки. Воздействие энергии притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложниками. 1, 2, 3. Сканер сканирует все семь тонких тел Ольги. Находит все. Выстраивает этого кола канал к ответственному. Притягивает в клетку-тюрьму. Стоит в клетке-тюрьме мой заложник. Бабушка, женщина какая-то пожилая. Снимаются маски и голограммы. Сущность предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Бабушка с демоном внутри. Бабушка с демоном внутри. Это магия кладбища. Кладбищенская магия. Какой у нас демон? Или он в ней сидит? Он в ней сидит. Хорошо. Она просто когда-то сказала команду, снимаются маски и голограммы. Ты его увидела? Он проявился. И у нее дикость в глазах от него. А, вот как. Хорошо. Сила мы его намерения. Вытягивай демониаку, идет в соседнюю клетку. Да будет так, а так и есть. Ну, ты не можешь его вытянуть. Демон, в моих руках появляется шар. Энергия царя Соломона. 1, 2, 3. Ей он вреда не принесет. А вот как с тобой, демон? Как ты думаешь? Что сейчас с тобой станет? Он защищен в ней. Он в ней с ее согласием. Кто делал магию? Ты делал магию или она? Убираешь шар? Магию она делала. Хорошо. Ты помогал ей? Нет, он ей не помогал. Хорошо, демон можешь пока остаться. Итак, у нас демон, вернее, бабушка эта с демоном. У нас магия. Магия черная, конечно. Еще кто, Вера? Гуманоид. Поехали. Гуманоид. Инкуб. Гуманоида есть. Она как плата, конструкция полностью, как копия. Понял. И без. И без. Итак, у нас магия. У нас гуманоид с конструкцией. У нас инкуб, у нас без, да? Еще что-нибудь есть? Хорошо. Начинаем тогда работать. Какой у нас без? Восемь. Сколько ты находишься в биополе? Он показывает, что он выходит, заходит из биополя. У него стоит подключка там. Понятно. Где ты заходишь, выходишь? В квартире? Ты в квартире присутствуешь? В квартире присутствует. Сколько ты находишься в этом биополе по времени? Три года, семь месяцев. Три и семь года. Откуда гуманоид? Не беру. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? Семь лет. Какая цель твоей подключки? Создание копии для сексуального рабства. Для сексуального рабства. Где? На вашей планете? В вашем мире? В другом мире. В других цивилизациях, заинтересованных в этом. А как ты вообще к ней подключился семь лет назад? Мне вот интересно. У тебя есть контракт на пребывание в этом биополе? У него нет контракта. Он показывает, что от нее идут волны энергетические, которые он видит и которые он считает подходящие. Какие это волны? Любопытство. Только любопытство. Это праздное любопытство, о котором мы говорим? Или это интерес к развитию? Или что это? Он не переходит в интерес развития. Он переходит из любопытства в поиск какой-то. Поиск освобождения. Хорошо. Понятно. Ты помогал. Поиск проблем. Поиск. То есть там нет как такового развития. Вот эти волны, они как дребезжат. Он показывает, они трясутся. Вот эти энергии все из любопытства. Нет интереса, нет подбора правильной информации, что ли. То есть любая информация, даже ложная, принимается с благодарностью, да? Нет анализа. Она принимается, эта информация поглощается, что там правильно или нет, и что поглощается с этой информацией, нет анализа. Значит, 7 лет ты находишься в этом биополе. Ты отправлял частицы души в свой мир? Оп, я отправлял. А еще сканер, дай мне полноту души Ольги на настоящий момент. 74%. 74%. Ольга, у вас уже украли 26% души. Вы в курсе об этом? Ну, ты знаешь, она в плохом состоянии. У нее больше магия, наверное, на ней отражается. Да, сейчас начнем убирать. Хорошо, итак, потом пообщаемся. Инкуб, сколько ты находишься в этом биополе? Два года. Два года. Да, гуманоид в квартире присутствует. Есть что-то от тебя там, платы? Есть, да. Хорошо. И к магии. Итак, кто ты такая, бабуля, представься. Черные ручки. Имя свое назови. Лида. Лидия. Лидия, как давно ты сделала эту магию и почему ты ее сделала? На Ольгу. Кладбищенскую магию. Заказ был. Выстраивается прямой канал от этой Лидии к заказчице. Один, два, три. И притягиваю ее в клетку тюрьмы. Стоит в клетке тюрьмы моя заложница. Фантом стоит ее, нет живых. Фантом стоит. Даю команду. Заказчица появляется на мониторе. Ты видишь ее четко и ясно. И смотришь процедуру заказа черного ритуала. Это женщина. У нее косички. Считай имя. Пошло имя. Имя дед Маша. Когда был сделан заказ? Ей 25 лет было. Маше. Маше было 25. А сколько у Ольги было в тот момент? 30, 29. 29, 30. Хорошо. Я думаю тогда Ольга сможет рассчитать приблизительно, как давно была сделана магия. На что ты ставила магию? На что ты заказывала магию? Что она должна была сделать? Сгнобить ее. Почему у тебя такая ненависть к ней? Что она тебе сделала? Мешала она мне на пути. На каком пути? Чем она тебе мешала? Мужчина какой-то. Понятно. Любовные отношения. То есть это ты поставила даже... Ты знаешь, что она убийство и поставила магию, да? Исчезнуть она должна была. И как? Получилось все? Исчезла я. Как давно ты закончила свою земную жизнь? 38 лет. Значит ты 13 лет спустя, после того, как ты сделала магию, ты исчезла. Ну что ж. На каком уровне ты сейчас находишься? Камень на душе у меня висит большой. На каком уровне ты находишься? Это я принесла землю с кладбища. А она ее закопала. Она показывает на эту бабушку. Итак, на каком ты уровне сейчас находишься, Маша? Она не хочет говорить. Пошла информация на каком уровне? Минус два. Минус два. Хорошо. Дело в том, что сегодня будет откат этой магии. Сегодня ты получишь назад, даже в том мире, то, что ты сделала, потому что магия просто так никуда не уходит. Ее возвращает назад, а я верну это этой бабке. А она тебе, эта Лидия, передаст эту магию, потому что она не захочет с этой магией жить дальше, отвечать за эти вопросы. Мы посмотрим, как это будет интересно выглядеть. Итак, Вера, начинаем тогда работать. Перед тем, как мы начнем работать, надо убрать конструкцию гуманоида. Скэнер. Просканируй сейчас конструкцию гуманоида. Подсвечиваются все чипы, датчики, импланты, конвекторы. Все, что связано с этой конструкцией, подсвечивается. Скэнер отключает эту конструкцию, полностью выводит из биоробота до 100%. И как все это выходит, отправляется в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Здесь точная копия ее. Полный рост с такими подключками к энергетическим центрам. Семь лет очень много времени для того, чтобы это сделать. То есть, тем более, она уже копия. Это не первая копия. Это не первая копия, да. Готово. Отправляю эту конструкцию в клетку-тюрьму. Даю команду тонкой копии Ольги спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в ее биополе. Каналы выстраиваются также и к магии, и к этой Маше, и к этой конструкции гуманоида. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии от к от всех негативных программ негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Ольге. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. Посмотри, что идет. К Маше канал не выстроился. Мы вообще не можем на минус второй уровень выстроить канал, так как там свои законные порядки. Канал выстроился к бабушке. Что идет к ней? Ну, идет вот этот запах, мухи, серость. Усилий потоки в 100 раз. Все, до последнего микрона возвращается к ней. А к колу этому идет что-то, Вера? Нет, все идет к этой бабушке. Хорошо, бабуля. Значит, ты будешь отвечать за все. А это Лидия живая еще, Вера? Да. Понятно. Готова. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы. Порядки реверса. Ольга забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Забираем из этой конструкции гуманоиды родные энергии. Все, что на чистоте Ольги находится мощным потоком, пошло назад. Посмотри, что от магии идет. Любовь и радость возвращается ей. От этой бабули? Да. О, ну хорошо. Сердечные энергии какие-то. Это магия была на любовь. Любовь к ней возвращается. А из конструкции идет частички души, биоматериалы и все энергии по чакрам. Хорошо. Ольге легче сейчас? Она оживает? Да. Хорошо. У меня поменялся цвет. И вот эти энергии, которые от магии вернулись, они наполнили ее внутри. Ее родные энергии, конечно. И изнутри. Да. Жарко, ее не тепло поделает. Готова? Отлично. Начинаем с вытаскивания. Бес, выходи. Вытаскивай все, что я оставил на своей чистоте. Скажи мне, где лярва находится в биополе, Ольге? Спина. Там, где был этот кол. Это от магии. Понятно. Еще где? Голова. Там были подключки. Конструкция, да? Копии. Это не первая копия уже. Мы все вернем. Он снимает утяжелители на ногах. У нее готово. Хочешь забрать лярвы? Хочет. Забирай все лярвы, ничего не забывай, возвращайся назад. Готова? Хорошо. Инкуб. Выходи. Отключайся полностью. Снимай все, что ты оставил в ее биополе. Возвращайся назад, приступай. Что она оставила, Юра? У него какой-то круг, и от него отходят, как веревки. Внизу живота он стоит. Как это действует, Инкуб, рассказывай? Крутит он его в животе. И что происходит? Энергии тут похотливые. Понятно. Снял он. Хорошо, идем дальше. Скэнер просканирует сейчас Ольгу на чистоте гуманоида, его конструкции. Не осталось ли что-то еще незамеченное, что мы не вытащили? Есть кольцо на шее. Это как измеритель какой-то. Там цифры идут. Выводи это кольцо. И совсем к чему оно подключено? Чакры подключены. Хорошо. Выводи это все со всех чакр. Готово. Отправляя кольцо в клетку-тюрьму, выстраивается прямой канал от Ольги к этому кольцу. И Ольга возвращает назад все негативные патогены, что она получила от этого кольца. Пошел мощный поток до 100% все назад. Идет? Да, идет. Готово. Мы устанавливали фильтр с золотой сеточкой на этот канал. В порядке реверса Ольга забирает все чистое, светлое, божественное. Все, что находится на ее частоте, частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все мощным потоком пошло назад. Усилие потоки в 50 раз. У меня горловая чакра голубой идет. Энергия. Хорошо. Готово. Скэнер дай мне полноту души на настоящий момент. Ольге? Восемьдесят девять. Одиннадцать процентов не хватает. Это в копии. Хорошо, идем дальше. Даю команду, если что-то на чистоте магии осталось незамеченным в биополе Ольге, оно подсвечивается и пульсирует красным цветом. Ты весь четко и ясно. У нас здесь как пыльца небольшие, красные точечки вокруг нее. Включаю внутренний белый свет и собираем всю эту пыльцу красную в один шар. Пошел процесс. Оно у нее кашлем еще выходит. Все, выдавливаем. Готов, шар? Отправляю его в клетку-тюрьму, где находится магия и ее артефакты. Все все убрали. Даю команду на рассинхронизацию Ольге с магией, гуманоидом его конструкции, его кольцом и инкубом и бесом. Пошла рассинхронизация. До ста процентов заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогая моей энергией Ольге отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая печатаю, растворяю. Готово. Инкуб, ты в доме не находишься? Нет. Тебя я сейчас отпускаю на твою чистоту, больше не приходи. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Забирай, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, бес, я отправляю тебя сейчас в квартиру. Ты собираешь все, что ты там оставил на своей чистоте. Комочки, одеялки, сеточки. Я проверяю. После этого ты мне покажешь еще все порталы в этой квартире. Я их закрою. После этого я тебе могу собрать весь негатив в квартире в дорогу. Устраивает? Устраивает. Открывается прямой портал в квартиру Ольги и бес уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Ольга, мне к вам два вопроса. Первый вопрос. Как вы поняли, сейчас на вас было воздействие, магическое воздействие с помощью магии, кладбища, кладбищенская магия. Вы желаете вернуть всю эту магию назад, сделать откат этой магии тому, кто вам ее сделал? Да, без сомнения, конечно. С силой моего намерения все эти подключки и силой намерения Ольги устанавливаются на эту лидию. Один, два, три. Кол устанавливается в эти же места. Да, вся пыльца идет в нее. Все, что она оставила в биополе, вся эта магия устанавливается на ней. Да, будет так, а так и есть. Выстраивается прямой канал от Ольги к этой лидии. И на счет три Ольга возвращает назад в течение одной минуты всю эту магию за все эти годы ее страданий. Все эти ощущения, все, что она пережила, каждая единственная получает это лидия назад. На счет три. Один, два, три. Пошел откат. Мощным потоком возвращаем все назад. Все начинает действовать точно так же, как она действовала у Ольги. Но возле нее, возле этой лидии, формируется то же самое, как Ольгу мы подняли. Вот в таком состоянии она становится. Мухи какие-то, земля, серость, этот кол. Готово. Магию мы вернули. Сжигая эти каналы, к магии один, два, три. Удар отлетает каналы. Открывая воронку в галактическое дро, канал улетает на переработку. У нас осталась Маша. Закрывай воронку в канал. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, у нас осталась Маша. Маша, возвращаем тебя назад на твой уровень, откуда ты пришла. Пожиная плоды своей деятельности. Она хочет прощения попросить. Прощения для нее, как свет сейчас. Хорошо. У тебя есть такой шанс. Мы обращаемся к Ольге. Ольга. Маша хочет принести вам свои извинения за эту черную магию, которую она дала на заказ. Сделала вам на заказ. Мы слушаем тебя, Маша. Она почему-то на палец показывает. Кольцо, кольцо нехорошее. У кого? О чем она? Она показывает на свой палец. Вручальное кольцо. Она как-то мимикой все это делает. Она должна... Она показывает, что это нехорошее. Я не понимаю, о чем она сейчас говорит. Если она хотела принести свои извинения, так она должна найти... Пока она показывает на то, что есть какое-то кольцо, которое несет негатив. Ставим монитор. О каком кольце идет речь, где она находится? Ольга должна найти его. Она сделала ей подклад с этим кольцом? Наговор. Заговор. Вера, ты видишь это кольцо? Обычное, обручальное, толстое кольцо, как раньше были. Она, в крайней мере, так его показывает. Она в квартире? Она не знает, где она. Она просто передает информацию Ольге. Ей нужно избавиться от этого кольца или что ей сделать? Мы попробуем в квартире его найти, если оно есть. Хорошо, информацию с кольцом мы приняли. Я ничего не могу сделать отсюда. Но раз такой шанс появился, я прошу прощения за все, что сделала против тебя и твоей души. Как бы это глупо не было, я несу свое наказание и буду нести еще долго. Если сможешь, прости меня. У тебя есть выбор делать это или нет, но мне это очень поможет. Я прошу прощения и раскаиваюсь. Обращаемся к Ольге. Ольга, вам выразили свои извинения искренне. Покажете ли вы свое великодушие и простите ли вы Машу? Я не знаю, как ее зовут на самом деле, но если в мою сторону были сделаны магические действия, я рада, что это открылось и ушло от меня. И я прощаю тебя, потому что если я не прощу, я буду удерживать эту грязь с собой. Своим прощением я возвращаю эту грязь туда, откуда она пришла. Да, будет так, а так и есть. Маша, вы получили свое прощение. Она плачет. Мы надеемся, вам это поможет на вашем пути. Мы можем вас отпускать. Кивает. Хорошо, желаем вам всего наилучшего. Я думаю, вам это поможет на вашем пути. Открывается портал на тот уровень, где сейчас находится Маша. И Маша уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. У нас кран остался. Убирает этот кран. У нас осталась Лидия и Гуманоид. Лидия, не хотите ничего сказать? Вы дальше магией будете заниматься? Вернее, занимаетесь до сих пор? Ее не видно уже. В этом всем, да? Да. Я думаю, этого достаточно с нее. Ну что ж, я передаю демону от меня. Если я второй раз вытащу эту бабку, то я вытащу и тебя. И накажу. В твоих интересах, чтобы ты ее отворачивал в другую сторону, но чтобы она даже и мысли не теряла в ту сторону. Демон меня услышал. Открывается портал на частоте этой бабки 1, 2, 3. И она со всем этим уходит на свою частоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Здесь идет информация, что она столько разного сделала, что она уже не понимает, от кого идут возвраты и... Откаты. Она вся в грязи. Готова? Она уйдет ниже этого второго уровня. Это однозначно минус восьмой скорее. Хорошо, идем дальше. Ольга, у нас осталась еще одна проблема. Нам не хватает 11% души. Вы можете ее вернуть назад. Вы должны изъявить свое крепкое намерение, что вы желаете вернуть свои частички души, свой биоматериал, все свои родные энергии, которые у вас украли. Я готова. Выстраивается прямой канал от Ольги к частичкам ее ДНК души, где бы они ни находились. И силы намерения Ольга забирает назад все свои частики, все родные энергии. Все, что на ее частоте находится мощным потоком, пошло назад до 100%. Пошел процесс. У меня копия от копии возвращается. Ты видишь ее? Канал выстроился, да, копия. Скажешь, когда она упадет, копия. Копия опустошается. Отлично. А там нет рядом других копий, посмотри. Это хранилище? Нет. Это пространство. Я не вижу других копий. Ли разберется сама. Хорошо. Готова. Сжигая эти каналы, скэнер, дай мне полноту души Ольги на настоящий момент. 100%. Отлично, Ольга. Мы вернули вам, в общем, 26% души. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Али на связи. Приветствуйте, Али. У меня здесь гуманоид с Нибиру, с конструкцией, кольцом на шее. 7 лет находился в биополе. Мы забрали, в общем, 26% души. Одну копию он уже отправил. С 11% души мы это все вернули. И вернули все со второй копии, которая находится у нас в клетке. Посмотри, пожалуйста. Гуманоида забираем. Если все вернули, уничтожайте. Кольцо заберем. Еще осталось там в квартире, но мы сам все уберем. Открывая воронку в галактическое ядро под этой конструкцией. И конструкция уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Гуманоида забрали. И кольцо на шее, которое было, тоже забрали. Хорошо. Клетка у нас должна быть пустая, да? Да. Идем дальше. Пределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Ольга, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Замечательно чувствую. Цельной, полной, насыщенной энергиями. Чувствую мои родные энергии. Душу, а также человеческие энергии. Очень плотно чувствую. Нету пустоты. Ну, последние 25 лет, я думаю, вы это все отлично чувствовали. Хорошо, у меня еще один вопрос. Перед тем, как мы вернем вас в вашу систему биороба душа и перейдем к чистке вашей квартиры. Вы знаете, о каком кольце шла речь? О широком золотом кольце, которое магией было наговорено? Нет, я подумаю об этом потом. Хорошо, мы попробуем его найти в квартире. Если оно есть, оно проявится. Сейчас будем возвращать вас назад. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ольги в ее систему биороба душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки, извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта. Продолжение следует...